всем привет с вами комаров виталий сегодня я получил посылочку с табаком табак должен быть иранский что интересное посылочка пришла из москвы из пензенскую обувь всего лишь за три дня так что же откроем посмотрим что за табак ссылочку на него я конечно же оставлю в описании видео сейчас мы пока его вскроем понюхаем что такое открывается чтобы внутренне камера дрожит ничего страшного думаю в этом нет это так я уже не первый раз заказываю или нет а пока именно у алины табак у них всегда был хорошего качества такой табачок это берли с ориенталем здесь 20 процентов барли остальное ориенталь а это должен быть чистый барли вот такой табак он приходит всегда немножко влажный потому что лист порезать как таковое нельзя сухим он превратится в труху вот такой табак чуть-чуть чуть-чуть он влажный его можно сказать можно забивать пах пахнет прямо за них это барли ну чтож я его выкладываю на сушку рех резко довольно таки неплохая неплохая сейчас я опыту подсушу ну и завтра наверно уже будет первая забивка будем пробовать резко очень мелкая не знаю плохо ли это хорошо будем забивать сигаретные гильзы будет вот такой вот барли это барли а это мешка ориенталей барли в ориенталя жил больше и качество реза у него всегда немножко хуже такое вот эти жилы большие они здесь есть пахнет тоже очень даже неплохо барли иранский я до этого курил барли был индийский барли индийский считается довольно таки плохим табаком среди гурманов но скажу вам честно что табак индийским гораздо лучше чем любые сигареты которые покупаются в магазине таких сигарет вы не найдете так вот ну чтож отправляю все эти на сушку смотрите предложение видео я сделаю резочку и пойдет все дальше вот так вот выглядит табак на сушку разложенный здесь его один килограмм так это все выглядит все это полежит день-два будет сухой тот был барли это ориенталь такой табачок ориенталь здесь поместил только один пакет второй год этот высохнет и потом разложу сюда сушим так вот так выглядит высушенный табак это ориенталь с добавлением барли вот он его прям видно что жилок много чем табак суши тем лучше он хранится так выглядит сушеный высушенный барли пахнет он прям шоколадом но у него есть один минус сухой табак чуть достану он малейший сразу превращается в пыль вот и для этого чтобы его дальше забить вот в такие вот сигареты его нужно слегка увлажнить у меня сейчас есть заготовка уже готовы это мы уберем вот такая коробочка у меня здесь я заготавливаю табак для набивки то есть здесь вот с одной стороны положил барли а с другой стороны смесь ориенталь я его считаю чистым табаком здесь какой-то процент в нем есть барли но мне например для этого этого недостаточно вот в этой коробке есть вот такая вот сеточка там ну бинтики какой-то там смотал и положил давно уже было все и сюда немножко воды наливаешь и это влага переходит постепенно в табак потом я вот эту беру высыпаю и это все надо перемешать то есть он становится такой вот уже гибкий у него не хрупкий он в пыль не превращается и делаем мешку вот видим что жилки вот эти вот вот такие жилки в данном случае это нормально для такого табака ориента ориенталь он очень жилистый листь мелкий и в нем этой жилки очень много чем лучше перемешаем тему лучше считает смешка чем лучше тем лучше вот так вот все это перемешивать перемешиваем все своими ручками запах стоит обалденный прям такие руки пахнут довольно таки вкусно можно сказать табак хороший ссылочка на этот табак будет в описании к моему видео те кто не может перейти по видео в описании в одноклассниках или еще где-либо канал мой комаров виталий на ютубе забиваем и все вот мы перемешиваем есть у меня вот такая вот ихбин машинка это для забивки гильз и вот такие гильзы я их заказывал сразу тысячу штук чтобы не мучиться здесь уже процесс так сказать начат я беру вот так вот складываю в сторонку отсыпаю гильзы вот ссылочки ссылочку на этот магазин я тоже скину вам в описании вот и теперь уже мешку табак чуть-чуть влажный и потом если сухой набивать это просто-напросто будет в этих гильзах пыль он выспится оттуда перемешали берем вот буквально чуть-чуть там по опыту вы уже как говорится сумеете определить какую вам набивку надо мне этого достаточно заложили табак в набивку вот у нас получилось здесь вот есть резиночка когда мы начинаем давить вот на эту штуку мы сдавливаем резинку и эта резинка она прижимает гильзу вот приготовили гильзу вставили и теперь вот берем нажимаем вот на эту штуку то есть резиночку там сжали у нас гильза держится здесь все сигаретка готова чтобы посильнее ее набить я вот например делаю такую набивку если посильнее набить можно чуть-чуть табачка прибавить уплотнить его вот так вот ударами вот такая штука получается табак изумительный у меня к нему претензий нет вообще вот сейчас чуть-чуть побольше сейчас довольно таки на девочка будет тугая табак табак изумительный уже плохо лезет вот раз вставили нажали вот это уже брать пошел вот слишком много набил вот такая штука давайте еще раз попробуем табак я заказываю не первый раз у Алины так что претензий к нему нет если кто-то что-то сомневается в нарезке табак там же можно заказать целыми листами потом режьте как хотите сами сразу скажу дел муторное ну пожалуйста сигаретка вот такое количество сигарет получилось точнее здесь их 55 штук вот с этой банки вот это вот отход то что осталось правда здесь еще можно парочку наверное или одну или две закрутить ну вот считайте сами что выгоднее курить вредно курить и то и другое а вот что выгоднее это считайте сами жду ваших комментариев все подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания